Механизатор Фёдор Питкович к встрече с инспектором подготовился заранее, ведь терять время перед началом весеннеполевых работ непозволительная роскошь для племсовхоза. Технология непрерывная, скот требует кормления, простой техники, убытки. За 20 лет стажа изучил свой трактор вдоль и поперёк. Ремонтируем, разбираем всё и смотрим, какие детали мысль строим и делаем. Это стандартная процедура подготовки. Парк сельскохозяйственной техники обновляется постепенно. На службе более 120 единиц, как старые тракторы, так и новые кировцы. Отдельно стоят ягуары, силосоуборочные. Техника замерла, как на параде. У нас всё землеустройство, всё делают большими тракторами. Маленькие на подхвате сеют, барануют, подвозят корма, вывозят навоз на очистные сооружения. Всё, мы без техники никуда. Технический осмотр Гостехнадзор проводит раз в год. Эксперты проверяют исправность тормозной системы, работу габаритных огней, рулевого управления, наличие аптечки и огнетушителя. Обращают внимание на каждую деталь, диагностируют уровень задымлённости. Всё должно быть исправно. Эти машины, хоть и маломобильные, но такие же участники дорожного движения. Поблажек здесь нет. Машины, которые исправны, на них выдаётся свидетельство о прохождении технического осмотра. Те, которые неисправны, выдаётся акт о непрохождении технического осмотра и указывается указанием неисправности, которые необходимо устранить. Машина, соответственно, предъявляется повторно на технический осмотр после устранения неисправности и, соответственно, если признаются повторно исправно, то даётся свидетельство о прохождении технического осмотра. В племсовхозе были выявлены мелкие недочеты. Некоторые устранили на месте. Стоило поменять лампочки, потянуть тормоза и можно на работу в поле. А вот уклоняться от техосмотра инспекторы не советуют, ведь за отсутствие ТО владельца гарантированно привлекут к административной ответственности. Наряду с сельскохозяйственными машинами специалисты технадзора проверяют дорожную технику и складские погрузчики, независимо от формы собственности. Объем большой. На территории Одинцовского городского округа более 300 предприятий. Как отметили специалисты, в муниципалитете сельскохозяйственная техника готова к работе более чем на 70%, а это значит, что посевные работы начнутся вовремя.